Слава Украине! Привет всем от Полонского! Информация для тех, кто думает, что вот массовые расстрелы, которые проводили расшисты среди гражданских в Буче, например, в Бородянке. В Бородянке только вот 66 тел нашли прямо возле церкви, я как раз там был в этот момент, так что в курсе, да? В Макарове и так далее, в Киевской области. В Изюме они убили, насколько я знаю, больше 400 гражданских. То есть вот эти вот массовые расстрелы расшистами гражданских людей, что они какие-то уникальны, и это, знаете, исключение из правила, а вообще расшисты белые и пушистые. Так я хочу вас очень сильно расстроить, никогда в жизни людоедская российская армия не была белая и пушистая, они всегда были мародерами и садистами. И напомню, вот последнее слово, садисты и детоубийцы. Вот, вот это самое главное российской армии. Сейчас мы берем передо мной тут заметочка из украинской газеты, ну, 91 или 92 год, и там перечислены результаты расшистского хозяйничания, если так можно сказать, в Ивано-Франковской области после захвата, помните, когда СССР коммунистический и фашистская Германия с двух сторон напали на Польшу, начав Вторую мировую войну. Два союзничка напали, да. Соответственно, СССР оккупировал тогда запад Украины, и вот вам результаты деятельности мародерско-садистской советской армии, точно тогда еще мародерско-садистской красной армии в Ивано-Франковской области. Итак, эксгумировано скелетов, ну, тел, ну, тогда тут по-украински идет скелетив. Итак, место Ивано-Франковской, 801 штука, это с 1939 по 1941 год были, это то, что убиты с 1939 по 1941 год, 801 скелет, 801 человек. А знаете, что интересно, среди них детских 126. Представляете, что это за Красная Армия? Детских 126. 801 всего. То есть, они расстреливали налево-направо точно так же, как это делали немцы, может, даже еще хуже. И точно так же, как они сейчас это делали в Бородянке, в Буче, в Изюме. Дальше, так и на Великой Село Посич, 26 скелетов, из них 10 детских. Дальше, а теперь преступления расшистов в 1944-1953 годах. Это уже эксгумация проводилась сейчас, вот они теперь, значит, следующие. Мистогалыч, 8 скелетов, среди них 1 детский. Село Ямунив, 84, среди них 23 детских. Село Выгода, 37, 4 детских и так далее. Тут по каждому селу сел очень много. И везде есть расстрелянные дети. Везде, просто в каждом. Вот, например, село Грабевка, 26 убитых, большинство дети, 14 человек дети. Вот это вам результаты действий советских фашистов. Дальше, и последняя строчка, я там много пропустил. Вместо войны или 243 человека было советскими нелюдями расстреляно, среди них 63 ребенка. Вот так вот. Поэтому, если кто-то думает, что вот это у них сейчас эксцесс исполнителя, или что-то у них пошло не так, или их как-то спро... Не, ребята, они всегда такими были. Они были нелюдями, убийцами, мародерами, садистами. И вот эти вот цифры из 39-го, 53-го годов, как раз об этом и говорят. Они всегда убивали... Знаете, что их еще очень сильно? Они убивали тех, кто не может ответить. Посмотрите, как они себя пошакали и ведут на фронте, они боятся. И как они себя опять-таки пошакали и ведут в тылу. Они знают, что там гражданские. Они знают, что гражданские ответить не могут. И на них-то можно и как раз выплеснуть свою бессильную шакалью злобу. Они убивают женщин и детей. Детей и женщин. Это все, что нужно знать о фашистской России. Она такой была и до конца своего такой будет. Слава Украине! Привет всем от Полонского! В Кремле копия Путина собирает сейчас целый парад военных. Которым он будет, или она, или оно, будет вручать медали. Это отличившаяся военная в подавлении бунта Пригожина. Там сейчас их стоит очень много. Там, наверное, больше тысячи человек стоит. Такие все, значит, моцные такие все. Красавчики просто, да? А давайте разберемся, кого же там Пыпа награждать собрался. Кстати, классно ему вагнеровцы придумали вот это погоняло Пыпа. Я никогда не думал, что он будет Пыпой. Кем хочешь был? В основном, даже вот этим вот некрасивым словом. Но Пыпа это первый раз. Ну ладно. Вот. Да. Так вот, значит, собрал он там этих вот военных. Поставили их в Каре или там в другую там позу. И, значит, будут награждать и будут это самое. А я хочу спросить. А вот чем же они отличились? Здесь помнится, когда вагнеровцы зашли в Ростов, то без единого выстрела взяли штаб Южного военного округа. Просто все зашли и взяли. И весь город взяли. Мне хочется спросить. Так вот это их будет награждать за то, что они, значит, сдали Ростов? Нормально так, хорошо. А сколько же военных так сильно отличилось? Вот пока вагнеровцы меньше, чем за сутки до Москвы почти что доехали. Где их там встречали, значит, с пулеметами, с ружбайками, с чем там еще, гранатометами, САУ, межгалактическими крейсорами. Сколько там военных отличилось? Я вам скажу. Ноль. Там не было ни одного. Они все разбежались. То есть Путин будет награждать тех, кого там близко не было. Хотя, в принципе, он может наградить вот этих кадыровцев, которые Ахмад Чай, которые единственное выдвинулись, значит, на помощь Путину. Но выдвинулись и практически разгромили вагнеровцев, но им помешала пробка в Ростове. Да, они, значит, по всей видимости, это была самая большая пробка в истории человечества. Потому что они, когда в нее заехали, вот эти кадыровцы, да, то даже в Шанхае и в Пекине, вот там гигантские города, пробки есть такие, которые там не рассасываются по 2-3 часа. Но что такое Шанхай, что такое Пекин, да, со своими пробками? Это жалкие пробки, это не до пробки. Самая большая пробка, оказывается, была в Ростове. Да, и она продолжалась 7 часов. И поэтому вот они пытались, знаете, как они хотели приехать? Страшное дело, они очень хотели. Ужасно, да, вот практически как я хочу стать лидером там шанхайского балета. Да, вот, я не уверен, что я хочу им стать, я танцевать не умею, но неважно. Вот, а они ж хотели сразиться с Вагдерацией, приблизительно так же. И вот стояли в пробке. А так бы, если бы они, конечно, доехали, они бы, ого-го, но я надеюсь, их тоже там наградят. То есть, вот в результате этого всего, значит, вот их вот эта вот копия Пыпы, копия Пыпа, копия Пыпа, да, это если вот копия Пыпа, это копия Пыпа, да. Вот копия Пыпа будет награждать всех тех, кто отличился. А весь мир, вот, смотрит на этот весь цирк бесплатно и говорит, елки-палки, ну, вот так вот разобраться, да, а за что ты их награждаешь вообще, да? Я знаю за что. За то, что они все так классно замаскировались. Так замаскировались, что вагнеровцы их даже не заметили. Герои маскировки. Слава Украине. Приветствую от Полонского. Не хотел я на эту тему говорить, но надо, приходится, потому что оборзели. Я уже не буду трогать тему киевских убежищ, укрытий, за которую того товарища, который получил миллиард двести миллионов, нужно... Вы сами поняли. Да. Ну, мы сейчас переходим к теме брусчатки на центральных киевских улицах. Итак. Целый ряд киевских улиц, таких как Богдана Хмельницкого, что там еще, Франкалия Антовича, да? Лютеранская. Где там еще это? Шелковичная, конечно же, да, шелковичная в первую очередь. Начали резко перекладывать брусчатку. Вот это самая необходимая вещь в разгар войны. Брусчатку, которая прилежала бы еще лет двести. Не, ну понятно, что она кое-где просела, там на Городецкого, в частности, тоже просела немного в каких-то местах. И не очень удобно ехать. Давайте разберемся, а что же там они меняют? Значит, смотрите, сама брусчатка остается. Ну, во-первых, нельзя ее менять, потому что это как бы исторический облик Киева, там асфальт ложить нельзя априори, да? Окей, хорошо. Значит, ложат ту же самую брусчатку, которую снимают. Она будет типа ровнее. На это выделено 8 миллионов долларов. То есть, в гривне, сами посчитайте, умножьте там сколько-то, 320 миллионов гривен, да? Вот, а теперь посчитайте, сколько можно было бы купить, например, приборов ночного видения для наших бойцов за эти деньги, да? А вот этих корчей автомобилей в Англии, которые там, срок жизни которых на фронте 3 часа, сколько можно было бы купить, чтобы пацанам на фронт отправить, да? А знаете же, почему это все самое паршивое? Я вам расскажу. Значит, смотрите. Вот они сейчас перекладывают эту брусчатку. А вы знаете, что они ее перекладывают на улицах, где коммуникациям по 40-50 лет? Вот и я за это. То есть, она ложится, брусчатка, а через день, через два уже снимается другими работниками, которые латают трубы горячей воды, к примеру, которая порвала во время испытания, да? И они потом закладывают, но они уже не специалисты, они закладывают, конечно, эту брусчатку, чинят эти трубы, коммуникации, ложат брусчатку назад. Но они же не специалисты, и она приблизительно, он на нее уже так ложит, как она приблизительно до того и была. Вот объясните мне, пожалуйста, куда делись, куда девают в настоящий момент, потому что вот раздеток Богдана Хмельницкая улица в Дрыск, да, прямо сейчас. Вот куда эти 8 миллионов долларов ушли? Клишко, алло. Это было самое необходимое в Киеве? Выкинуть кучу денег, значит, на фиг знает шо, на улицах, на которых там рвет, на лютеранской, это вообще классика, да, порвало. Это просто классика получилась, да? Значит, они положили брусчатку, закатали ее, ну, вроде так, даже красивее стало, чем было, правда. И раньше ездили без особых проблем, потому что улица под таким наклоном, и ездить там быстро было невозможно, ну, если не хочешь, конечно, без головы остаться, да. Вот, они положили, закопали, фанфары отзвучали, приблизительно через 20 часов все разрыли. Почему лопнула труба очередная? После этого уже ремонтники, которые ремонтировали трубу, ну, уже кое-как приложили. Теперь эта брусчатка имеет точно такой же вид, как до ремонта, но бабло списали. Вот это я насчет правления, еще раз говорю, Кличка. Я, 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 еще раз говорю, я принципиально сейчас не трогаю. Это то, что лежит на поверхности, да? Сколько можно было вот за эти 8 миллионов долларов отослать всего на фронт? Там, кстати, арестовали сейчас в этом, в Тернополе арестовали целую кучу товарищей, которые отырили гуманитарку. Я не знаю, не украли гуманитарки на 8 миллионов или не украли, вот. Но в Киеве вот таким вот образом. А знаете, сколько можно было, например, купить тех же бронетранспортеров, я не знаю, чего угодно, самолетов, например, да? За деньги, которые украдены во время, опять-таки, каденции Кличко на Подольско-Воскресенском мосту. А на Шулявском мосту, который построен по цене, я не знаю, Космического экспресса. Ну, я же говорю, я уже это, в принципе, касался темы. Я не знал суммы тогда. Я уже молчу за пешеходный мост. Ну, пешеходный мост, это мелочь, мост Кличко, это копейки по сравнению с Шулявским мостом. А по сравнению с Подольско-Воскресенским мостом, это вообще ничего. Он был бесплатно построен, да. Это мелочь. Вот. На Подольско-Воскресенском мосту похоронили, я не знаю, сколько бюджетов Киева. Просто, полностью. Вот. И я бы не трогал эту тему, но вот я сегодня узнал, что, значит, на 8 миллионов долларов в центре Киева не меняют брусчатку, оставляют старую брусчатку, просто, как говорится, выровняв ее слегка, чтобы было лучше проехать. С фронта передают большой привет. Слава Украине. Привет всем от Полонского. Еще один такой момент, очень интересный. Как создаются российские небылицы, фейки и всякая прочая лабуда про Великую Россию и про ее героев лапотных. Значит, я смотрю сейчас, вот как дебилушка Золотов, это начальник путинского гестапо, который называется Росгвардия, рассказывает, как его бойцы, значит, как он сказал, стояли насмерть, еще раз, стояли насмерть, охраняя Москву от других вот клоунов, вагинеров, да. А я себе помню, когда вот вагнеровцы ехали через всю Россию, вы помните хотя бы одного российского солдата, который произвел хотя бы один выстрел в сторону вагнеровцев? А? Я не помню. Вагнеровцы как ехали вот на своих грузовиках, так и ехали. Единственное, кто по ним швакнул, это авиабомбу скинули с самолета. Больше я абсолютно ничего не помню, чтобы хоть один человек не то, что там стрельнул, а даже косо посмотрел. Они когда хотели косо смотреть, они что делали? Они в пол смотрели. Или в пробке застревали, вот как, да, Ахмат-Чай, да, они там, ну, бывают пробки в Ростове, все же прекрасно знают, 7 часов пробки стояли, не могли доехать, 500 метров, да, до вагнеровцев. Это помню. А Золотов рассказывает, что они насмерть стояли таких, может они насмерть в другом месте и по другому поводу стояли, или вообще не стояли, а лежали, а может не лежали, а просто под столом там упали, это же я не в курсе, да. Но вот так вот, смотрите, через год они уже будут выдавать вот это вот позорище, когда вся московская власть разбежалась, вся российская армия, в которой миллион человек, на самом деле оказалась пшик, вообще ни на что не годная, да. Просто кусок война, которая не сумела ни одного выстрела сделать, да, когда всего-то их, вагнеровцев было даже не 25 тысяч, а говорят 6 тысяч всего было. Часть осталась, значит, большая часть осталась в Ростове, а меньшая часть пошла на Москву. И не нашлось ни одного, то есть хотя бы разок в их сторону пальнул бы, не то что из танка, танков наверное не осталось у них там, а из берданки. Вообще ни одного. А сейчас, понимаете, прошли сутки, и они это начинают выдавать за великую победу. Такое впечатление, что, знаете, они принимают большинство жителей Российской Федерации за аквариумных рыбок, у которых память, ну, там 24 часа, даже меньше, да. Вот прошло 24 часа, вся память стерлась, да. Да, опаньки, все, хорошо, и можно было тут рассказывать, что они герои, что они остановили каких-то этих самых, я вам скажу, что, и самое смешное другое, ребята, россияне в это все верят. Вы понимаете, какой ужас? Они тупо верят в эту лабуду. Я вам скажу, что по всей видимости у россиян с памятью хуже, чем у голубей. Я вам сейчас рассказываю, вот такую вещь, смотрите, я у себя под окном кормю птичек, кормлю голубей, голуби прилетают, ну, соседи говорят, слушай, говорят, ты тут это, птичек кормишь, они как крысы, вот они грязные, ты рыпыр, эти голуби, пожалуйста, не корми под окном, говорю, окей. Я их стал кормить, ну, метров 50, да, дома, там, в другом месте, вот, кот даже не даст соврать, потому что кот кормит вместе со мной, да, голубей. Да, так вот я стал в другом месте кормить, и знаете, я уже, наверное, их с окна не кормлю, ну, не знаю, полгода точно не кормлю. И, знаете, открываешь в другой раз окно, а они прилетают к окну, то есть у голубей память более полугода, это точно. Я их полгода, им ни разу не выбросил крошку хлеба с окна, кормлю в другом месте. Они до сих пор прилетают, значит, память у них, вот, довольно-таки длительная, да. А теперь берем среднестатистического избирателя Путина. Еще вчера, еще когда там, позавчера, значит, Пригожин пер на Москву, и не было ни одного расиста, который эту Москву пытался бы защитить. Хотя, брешу, были, были, 28 таджиков, было, да. Вот те таджики, которые побросали свои грузовики поперек дороги, да, это водители этих большегрузов, КамАЗы побросали поперек дороги, забрали ключи и смылись вместе с гаишниками. Вот, 28 таджиков, да, было, они, значит, пытались защитить Москву. Но вот кроме этих 28 таджиков, их, кстати, почему-то не наградили, потому что они были, хотя они были единственными, кто Москву защищал, он сейчас начинает, значит, людей Золотова награждать, которых вообще не было, которые разбежались, и кто на горыще, кто под лавку, кто в подвал, кто вообще запрыгнул в кусты, а кто под юбку к любовнице. И сидели там, не пищали, тоже не пищали, даже не дышали, чтобы вагнеровцы их, не дай мог, не увидели нигде. Вообще исчезли, их сейчас награждают. А россияне, которые, да, избиратели Путина, сидят, и вот с такими рожами их хлопают. Вы кому хлопаете, алло? У голубей в моем дворе памяти больше, чем у вас. Аквариумные рыбки больше помнят. Хотя о чем это я? Слава Украине, привет Симак Полонского. Привет из Киева. Киев, как видите, в полном порядке, сейчас все хорошо. Насколько это может быть, я еще во время войны. Ну, людей много на улице, может, даже проведу какую-то небольшую такую серию поход по Киеву. Но у меня не получается сейчас, неважно. Смотрите, пришли новости из Херсонской области, где наши по утверждениям расистов, я еще раз говорю, это не утверждение нашего генерального штаба, он, наш генеральный штаб молчит, правильно делает. Так вот, расисты утверждают, что сегодня наши на левом берегу швакнули их самолет, это раз. Может, швакнули с правого берега, видимо, может, и швакнули с тингером, с левого берега. Тут тяжело сказать, кто его именно сбил. Рашисты утверждают, что самолет им все-таки завалили, да? Это первый момент. А второе, они утверждают, что на левом берегу Днепра наши развивают успех, что расисты пытались наших оттуда выдавить, но по их же собственному признанию у них ничего не получилось. И в настоящее время наши контролируют больше клоцдарм, чем они контролировали еще пару дней назад. Это, ребятки, очень хорошо и очень приемистично, да. Также новости по Бахмуту. Традиционно там наши контрнаступления, наши, как бы так, чтобы ничего сказать, а ничего не сказать. По флангам продвигается очень неплохо в городе. Фиксируем позиции, которые мы освободили вчера-позавчера. То есть, слава богу, на Бахмутском фронте то же самое, все нормально. Также распевается сейчас направление Пологи и Васильевка, и то, и то. Его очень хорошо отрабатываем и закрепляемся от Ревнопель, да, там, где мы освободили вот это село. Рашисты попытались в тот же день его отбить. Получили по зубам, отбить не получилось. Отбитие получилось отрицательным. Вот, и они пока что вроде бы эту идею оставили. Так что, вот такие вот пироги. Единственное, что они пытаются контратаковать в Луганской области, это единственное место, где у них формально есть инициатива, но неформально нет успехов. Так что, все у нас хорошо и особенно оптимистично это Херсонская область. Ну, поживем, увидим. Все буду Украину. Слава Украине, привет всем от Полонского. Новости из Немытое. Значит так, судя по всему, Шойгу и Герасимов сохранили свои посты. То есть, ну, там нельзя говорить о том, что Путин с Пригожиным о чем-то договаривались, что их снимут. Там все мутно. Это мутиво называется, знаете. И воспринимать всерьез, что они там говорят, это все чушь собачья. Значит, главное, кажется, квинтэссенция этого всего. Шойгу с Герасимовым, судя по всему, посты, я говорю, судя по всему, но так оно, наверное, есть. Посты, значит, они сохранили. И это плюс для Украины. Это первый момент. Второй момент. Росгвардию трусливую их начинают вооружать тяжелой техникой. Росгвардия для чего? Вы думаете, она будет воевать с нашими? Да, она не способна. Они у нас тут под Киевом стояли. Это Росгвардия. Помните, в конце февраля. Да, в Ирпене они стояли. Их тут сожгли. Вместе с автозаками. И они с автозаками ехали, с щитами, с дубинками, пластиками. Это было смешно, честно говоря, как они приехали. Они же киевлян приехали. Лупить и, как говорится, навязывать нам этот вонючий русский мир. Да, и приехали, значит, в полном обмундирване, как для космонавтов. Да, ну а теперь, видите, этот Путин, или тот человек, который выдает себя за Путина, что скорее всего, решил вооружить их тяжелым оружием. То бишь танками и так далее, и так далее. Но еще раз вам говорю. Росгвардия это не про войну с Украиной. Росгвардия это про войну внутри России. С оппозиции, с другими гвардиями, шмардиями и так далее. То есть это про гражданскую войну, Росгвардия у них. Поэтому тоже, в принципе, позитив для нас, то, что они будут вооружать этих вот шлеперов тяжелым вооружением. Что это значит? Это значит одно. Это вооружение не появится в Украине. Пускай он дает им хоть все танки, которые там на России остались. И будет Золотов, как говорится, гонять Кадырова. Кадыров будет гонять Золотова. Все они вместе будут гонять Пригожина. А Пригожин наберет ЧВК в Беларуси, пойдет опять на Москву. А может быть на Санкт-Петербург, а может еще что-нибудь. А может еще какая-то там, не знаю, найдется ЧВК, которая захочет всех завоевать. Дай Бог им всем здоровья в войне друг с другом, как говорится. И перманентных успехов на этом поприще. А у Украины здесь ситуация вин-вин. Что с Шойгу и Герасимовым два столопа остались, слава Богу. Дайте им еще рога от оленя. Что с вооружением гвардии этого слесаря 6-го разряда Золота в свободе Украины. Слава Украине, приветствуем от Полонского. ООН заявила Украине, что ООН осуждает Украину за аресты коллаборантов, которые сотрудничали во время российско-пружеской оккупации с российскими властями. Ну так мы в ответ заявляем ООН, что мы обеспокоены. Нет, мы не обеспокоены. Мы очень сильно обеспокоены с обедой Украины. Слава Украине, приветствуем от Полонского. Только что Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. Представляете, полмиллиарда. Да, и надо сказать, что с времени, когда был дан предыдущий пакет, прошло сколько там, неделя? Или неделя не прошла даже. И уже новый, да. То есть это очень быстро идет, особенно если учесть, что у нас есть еще один момент, это 6 миллиардов долларов после пересчета. Которые нам тоже, понятно, мы их не получим деньгами, но мы их получим, так сказать, материальными благами, имеется в виду, прежде всего оружие. Да, так вот, это те, что после пересчета, то 6 миллиардов, которые после пересчета ранее получены помощи. Да, так вот, по поводу этих 500 миллионов уже точно. Это 30 бронемашин Брэдли, 25 страйкеров, и то и то это чудо машины, спасают экипажи. Все мы это уже прекрасно знаем. У расистов такого даже близко нету оружия. Дальше, джавелины, это тоже отлично. Дальше, разминирование, то есть оборудование для разминирования, это у нас самый сейчас больной вопрос. Вы прекрасно знаете, что нам приходится преодолевать минные поля и без оборудования для разминирования. Ну, сами понимаете, это просто беда. Вот, и, насколько я понял, там будут также приборы ночного видения, то есть это тоже крайне важно. Потому что ночью войну никто не отменял. Стрелковое оружие и, насколько сказано, миллионы патронов к нему. Так что пакет большой. Это из того, что можно говорить. Видимо, есть еще какая-то часть, которая не сообщается. Окей, хорошо. В любом случае, это уже официально, и это очень серьезное подспорье для нас с вами. А, еще я забыл, это тоже вошло сюда. Это новая ракета для патриотов. И будут еще стингеры. Вот, по-моему, как бы, вроде бы я все описал того, что было по памяти. Но, в любом случае, скорее всего, что оно или уже едет к нам, или же оно уже у нас. Частично, по крайней мере. Собода Украины. Слава Украине. Привет всем от Полонского. Доброе утро. К нашей любимой рубрике. Потери российско-фашистских войск в Украине. Как они тут кондропупились и где они получали наговорихы. Да, так вот, прежде всего, давайте разберемся, что происходит. Наши продолжают атаковать. По большей части, практически везде, кроме Маринки и кроме Луганской области. Но, надо сказать, что в Маринке, что в Луганской области из атак рашистов получается только потери рашистов. Каких-то территориальных приобретений за последние сутки. Как, в общем-то говоря, и ранее не замечено. Ну, одно то, что они уже, я не знаю, сколько месяцев Белогоровку, год уже, по-моему, штурмуют. Там уже от нее ничего не осталось. Уже и фундаменты всрыли. А возле, ныне там, они, что вы думаете, они в Луганской области штурмуют Белогоровку. Ну, дальше говорить, по-моему, уже не о чем. В Маринке им хорошо насыпали. Они попытались отбивать позиции. Опять им насыпали. Ну, короче говоря, вот такое вот. Купинское направление. Я сразу, да, о том, что где они атакуют. Купинское направление тоже пытались контратаковать. Вы меня поняли. Да, теперь по-нашему. Значит, наши хорошо сейчас атакуют со стороны Орехова. Значит, продвижение, ну, на разных участках по-разному. Но, в принципе, можно считать в среднем километр. Там идут посадки сейчас. Вот, собственно говоря, в этих посадках были позиции этих бандитов. Наши их занимают, наши их выбивают. Есть много видео. Они продвинулись хорошо. Рашисты сдержать не могут. То есть, каждый день продвижение порядка километра. Ну, вот, можете, собственно говоря, считать. Как-то остановить наше продвижение они не в состоянии. Хотя, ну, конечно же, идет тяжело. Просто в силу того, что у них было время все заминировать. И построить позиции. Но, опять-таки, это им не помогает. Потому что они постоянно, знаете, как раки. Пятятся, пятятся, пятятся и пятятся. При этом у них есть очень большие потери. Дальше. Пытались они контратаковать Ревнополь. Это граница Запорожской и, скажите мне, Донецкой областей. Получили по зубам. Наши там окапываются на новых позициях. Готовятся даже штурмовать дальше. Ну, вот это вкратце. Продолжаются бои напротив Херсона. Точнее сказать нельзя. Потому что, чтобы не подвести наших. Скажу одно, рашистам там не весело. И не весело нас было настолько, если вот так в общем брать. От Херсона и до Луганской области. Что за вчерашний день их накноцкали 930 штук. Представляете, почти тысячу. То есть, да, это огромное количество этих бандитов. И, собственно говоря, их общие потери. 227 тысяч 100 штук путерастов. Которых Путин потерял в Украине. Ну, он шел себе, шел, шел, потерял. Ну, и бог с ними. Знаете, Путин на это просто плюнул. Пошел дальше. Ну, он же такой чувачок. Ему все равно. Все равно, а нам, значит, еще больше все равно. Ну, это твои люди. Были. Да. По танкам осталось старое количество. 4036. Зато вот по бронемашинам. Хорошо накноцкали. У них 13 штук отправили. Как говорится, куда Макар телять не гонял. 13 штук за вчерашние сутки. 7 847 всего. Очень много. Было уничтожено также 6 российско-фашистских пушек. Всего 4089. И одна система ГРАД. Всего 627. Дальше. Одно средство ПВО. Всего 387. А вот количество самолетов и вертолетов осталось предыдущим. То есть 314-308. Было сбито 7 беспилотников за сутки. Всего 3499. Из них 6 штук. Это шахеры. И уничтожили 2 грузовика. Всего 6774. Продолжается отработка складов. Но это я отдельно расскажу. Там по Бавовне, что было. Наши отрабатывают сейчас склады. Линии коммуникаций. И продолжают жать рашистов. В основном Донецкая. И еще раз повторюсь. Запорожская область. Да. Забыл сказать. Под Бахмутом. Под Бахмутом продолжается продвижение. Причем очень серьезное. Вышли наши. В районе Курдюмовки. Это даже не вчера. Это еще позавчера вечером. Они вышли. В районе канала Северский Донецк. Ну меня поняли. Это Северского Донца. Вот это. Который идет в сторону. Там Горловки. Они вышли на него. Прямо. Прямо напротив Курдюмовки. На Дамбу. Так что. Там любые. Скажем так. Любые. Плацдармы рашистов. С другой стороны. Там они полностью уничтожены. Полностью выбиты до ноги. Вот. Так что. Продолжается продвижение. Да. В Клещеевском лесу продолжается продвижение. То есть. Везде мы их жмем. В том числе. В самом Бахмуте. Точнее пока Генштаб не говорит. Ну окей. Генштабу виднее. Все будет Украина. Слава Украине. Привет всем от Полонского. Я только вчера рассказывал о том, что Соединенные Штаты Америки передают нам новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Огромная сумма, если честно. Это ж учтите. Это буквально каждую неделю новый. Это один момент. Но не только они. Значит следующая новость пришла из Литвы. Литва купила Украине 2 установки ПВО на Самс. Это одна из лучших на уровне ИРСТ в мире зенитно-ракетных установок. Среднего радиуса действия. И она в частности охраняет, например, Белый дом. Такая установка. В Украине их категорически не хватает. Мы сами прекрасно видим. Вот вчера в Краматорск прилетела российская ракета. Убило 8 человек гражданских. Больше 40, по-моему, раненых. То есть там вообще жуть какая-то. Если бы там стоял на Самс, понятное дело, ничего бы туда не прилетело. Вот все довольно просто. Или же если бы в Харькове стоял на Самс и так далее. Но у нас их, по-моему, всего 2 или 3 штуки. Поэтому где-то они стоят, что-то они оберегают. Но сами понимаете. На всю Украину, на Самсов, Патриотов или Элистеп просто тупо не хватит, чтобы это все сделать. Поэтому каждый на Самс на вес золота. И, во-вторых, это очень дорогая установка. В любом случае, они их купили. И сегодня на День Конституции Украины в Киев прибыл уже президент Литвы Науседа. И об этом, собственно говоря, и заявил. И сказал, что эти ракеты будут у нас в буквально самом коротком времени. Может уже доставляются. Трудно сказать. Но они нам нужны вчера, что называется. Да. У нас сейчас очень много... Тут еще один момент. У нас сейчас очень много разных систем. Смотрите. Это Патриот, Насамс и Элисте. Вот сейчас Хоуки. Хоуки старые, конечно. Но они очень действенные против самолетов и против беспилотников. Ну и я уже молчу о системах типа Vampire или Avenger, которые на тачанках стоят. То есть море всяких систем. Их надо интегрировать. Я уже молчу про С-300, С-125, БУК. Это советские еще старые системы. И все это должно работать вместе. Одно предназначено против одних воздушных солей. Другое против других. Третье против третьих. Короче говоря, тут целая, вот так вот можно сказать, каша. Но с другой стороны, без каши тоже ничего не сваришь. Потому что, ну по-другому никак. У нас есть масса воздушных, различных воздушных целей. И против одних одно, против других другое. К сожалению, вот по-другому никак. Но в любом случае, Насамс и эти крайне нужны. И огромное спасибо Литве за то, что она нам их присылает. Да, есть еще новости сейчас такие, что Украина вроде бы договорилась с Польшей о покупке нескольких систем противокорабельных. Не знаю, вот дальности. Будет еще какая-то информация, узнаем. По всей видимости, будут размещены где-то в районе Николаева или Одессы. Но надо глушить, надо глушить российские корабли. Потому что они, видите, они выходят в море. И они плюются с довольно большого расстояния калибрами. Вот это дело надо прекращать. Если эта система позволит гасить их, ну километром хотя бы с 300, уже замечательно. Потому что, видите, ближе к 200 километрам они уже не рискуют подходить. Просто потому что их там потопят сразу же. Будет крейсер Москва номер 2. Вот. Но они плюются с расстояния гораздо большего. Поэтому вот еще такие вот вещи. В любом случае, потопим их всех. Свобода Украины. Слава Украине. Привет всем от Полонского. Много раз говорили о том, что китайцам на Россию вообще наплевать. Почему-то Путин их считает друзьями, союзниками. Но это только в воспаленном мозгу этого кремлевского многоточника по совместительству шизофреника могут быть такие вот эссе происходить. На самом деле, китайцам на Россию, конечно же, плевать. Я-то еще раз говорил. Они их видят только как постачальника территорий и невест для китайских женихов. Ну а пока что постачальника нефти, газа. И то в небольших количествах. Потому что, вы прекрасно знаете, они мало покупают у России этого всего дела. Вот лес, да. Лес забер. Лес скатывают под ноль. Всю Сибирь скатывают. Но это такое дело. Россия нам же нравится. Путину нравится. Так в чем проблема? Пускай. Да, так вот, о чем пойдет сейчас речь. Смотрите. Дело в том, что Китай прекрасно знает, что в так называемую российскую конституцию внесены новые так называемые области фашистской федерации. Да, там Херсонская, Крым, Запорожская и так далее. Пять областей Украины. Они почему-то вдруг в пьяном бреду объявили своими территориями. А китайский посол в ЕС приезд взял и заявил, а мы абсолютно не против возвращения Украины к границам 91-го года. Он вообще сказал, а почему нет? Это прямая речь. Вот надо понимать. Все, что думает Китай о так называемой российской конституции. Российская конституция это кусок бумажки вообще, поймите правильно. Вот в Украине это конституция. У нас конституция еще с пылы по орлыка идет, поймите правильно. Украина одна вообще из первых стран, не первая, да, будем честными, не первая страна в мире, у которой была конституция. Но Украина одна из самых уважаемых в мире первых стран, у которых была конституция. И у которых она есть. И которые уважают весь земной шар, кроме придурка Орбана из Венгрии. И вот этого вот папуаса Путина. Да простят меня, уважаемые папуасы, я их очень люблю. И Путин им в подметке на самом деле не годится. Так вот, кроме этих двух клоунов, да, у которых вот такой нос красный надо прицепить, и ухи вот такие будут еще клоуны. И кокошник сверху, да, как у Какашенкова. Вот эти вот, им кажется, что украинская конституция что-то не туда. Всем остальным людям кажется, что украинская конституция персик. Потому что она и есть персик, потому что наша конституция первая. А в России вместо конституции, прости, да, полюция. Так вот, китайский посол показал, что плевать он хотел на Россию. Плевать он хотел на российскую конституцию, в которой какая-то там чушь написана, про какие-то там новые российские территории. Дочхать на них. Никакого отношения к России, ни Запорожская область, ни Крым, ни тем паче Донецкой, Слуганской, Херсунской вообще не имеют. И об этом прекрасно известно китайцам. И как и нам, как и всему миру. И все скоро так и будет. Слава Украине. Слава Украине. Привет всем от Полонского. По поводу происходящего сейчас на так называемой России. Значит, там, честно говоря, Путин просто рыпается и не понимает, что ему делать. Один день он вагнеровцев пытается уничтожить. Другой день он пытается их наоборот оставить. Потому что, как ни крути, они являются самым боеспособным соединением его фашистской армии. И вот какие-то странные телодвижения там происходят. Смотрите, с одной стороны, Пригожин вроде бы не арестован. Более того, даже гоняет свои самолеты из Минска в Москву, что там вывозит себе в Минск. То есть, как-то интересно это все получается. Это с одной стороны. С другой стороны, Уткин, его, будем говорить, зам или один из его топ-командиров, в бегах. По крайней мере, так говорят. В бегах и вроде бы его разыскивают. Следующий момент, это Сирия. В Сирии полно вагнеровцев. И вот туда летал самолет ФСБ. И надо сказать, что по слухам, было там арестовано ФСБшниками и сирийской военной полицией. Арестованы были несколько командиров вагнеровцев. Какое они отношение имели к попытке этого путча или смуты на так называемой России, сказать сложно. Но вот их забрали и говорят, что самолет уже улетел в Москву. То есть, по всей видимости, какое-то отношение имели. Дальше. Часть вагнеровцев осталась в Украине. Чтобы они там не триндели, что их всех вывели. Нет, это неправда. На Бахмутском направлении до сих пор какая-то их часть там еще сидит в окопах. Вышли не все. В то же самое время, у основной части группы Вагнера, те, которые находятся на России, и у них забирают тяжелую технику. Вообще забирают всю. И передают кому? Передают, правильно, Золотову и этой дурацкой Росгвардии. В принципе, нам это выгодно. Почему? Я вам сейчас объясняю, как украинцам. Смотрите, вагнеровцы, при всей моей категорической нелюбви к ним, это мягко говоря, это бандиты, террористы. Они являются боеспособными. Ну, это глупо отрицать. Они являются боеспособными из-за своей палочной дисциплины, из-за наказания. Я не знаю почему. Может, их просто неплохо готовили. Но факт тот, что они являются довольно боеспособными. Что же касается Росгвардии, это просто банда идиотов. Это банда идиотов, разжиревших, годных на то, чтобы лупить студентов на улице, разгонять бабушек, которые протестуют, и, в общем-то, расправляться с гражданскими. Мы помним прекрасно этих Росгвардейцев тут под Киевом. Они сюда заходили, рассчитывали, что они, киевлян, будут дубинками когда-то метелить. Помните? Это был февраль-март прошлого года. Их тут всех, как говорится, ну, сами знаете, что с ними произошло. Но потом только находили от них щиты, остались дубинки и прочее. И, значит, они являются, ну, скажем так, рядом с боеспособными вагнеровцами эта Росгвардия является мешком для битья. Это, конечно, близко не вагнеровцы. И хорошо то, что тяжелое вооружение у вагнеровцев забирают и передают именно вот этим вот шлеперам, которые, ну, будут бабушек на танках теперь гонять. Вот все, что я могу сказать. Да, вы же сами прекрасно видели, как... Ну, здесь такое очень, ну, некрасивое, но очень правильное в данной ситуации слово облажались. Вагнеровцы, ой, Вагнеровцы, как раз Росгвардия, когда Вагнеровцы шли, где была вся Росгвардия, под лавкой. Прятались, хавались, текали, удирали. Ни один из так называемых Росгвардейцев не вышел, значит, чтобы каким-то образом противодействовать Вагнеровцам. Они их просто как огня боялись и разбежались. Поэтому, в принципе, для нас это устраивает. Это еще не все. Сейчас зависает в воздухе судьба Суровикина и, по всей видимости, еще нескольких генералов, которые поддержали вот этот путь или, как минимум, знали о нем. То, что Суровикин знал это 100% заранее и, судя по всему, поддерживал. Там еще по целому ряду генералов вопрос. А значит, что тот же самый Суровикин, в принципе, поддерживает отстранение от власти Путина. Это уже интересный момент. И не только он. Там целая группа генералов-заговорщиков была, которых потом хорошо прокинул Пригожин. А значит, по всей видимости, Путин сейчас будет с ними каким-то образом расправляться. Или побоится. Ну, посмотрим. В любом случае, и то, и другое. Ну, пускай это Жабагадюкин запускает вход, пускай арестовывает Суровикина за государственный переворот. Пускай все это делает. Ну, я не против лично. Я вам скажу одно. Жабагадюкин в любом случае на Россию переходит на новый уровень. Грядет. Все равно грядет, как хотите. Расправа над вагнеровцами Путиным это не спустит. Он будет им мстить. Но он очень мстительный. Он их боялся и прятался там под шконкой. Убегал из Москвы, когда они атаковали. Господи, они еще и не атаковали. Они были 500 километров от Москвы. Но он уже удрал. Это ж трус. Вот. Ну, а теперь, конечно, за свою трусость, за свою ницость, за то, что они его выставили как конченого труса и вообще обормота, Путин, конечно же, будет за вот это унижение им мстить. Вопрос, будет он мстить всем подряд или только верхушке и офицерам, которые поддержали. Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, Жабагадюкин продолжается. Слава Украине! Привет всем от Полонского. Интересная вещь происходит сейчас с ДНРистами. Точнее, с чмобиками из ДНРы, так называемого этого бандитского формирования. Значит, их мамки и женки подняли кипи, швой, крики, сопли о том, что поскольку они теперь, с их точки зрения, в составе России, то их должны по российскому законодательству всех отпустить домой, поскольку у большинства из них уже получен предельный срок по нахождению в этом ДНРистском войске, точнее, Российском войске. И поскольку, значит, это теперь с их точки зрения, он код не даст собрать, так называемая Россия, то все они должны пойти сейчас домой, поскольку отхапали их еще некоторых 3-5 лет назад в армию и так далее хапали. О, слышите, код не даст собрать. О, да, это правда, значит. Ого, да, это код, как говорится, сострадает ДНРистом. Но это у нее нормально, перед обедом, как говорится, она сострадает, да, всем подряд. Да, так вот, Пушилин и прочая банда им ответила. Смотрите, дело в том, что мы вас не призывали как расистов, мы вас призывали как ДНРистов. И поэтому никакое российское законодательство на вас не распространяется. Поэтому вы будете в армии ДНРы до достижения предельного срока службы. То есть до достижения вами 60 лет. Соответственно, вот если ему там кому сейчас 25, ну ему ерунда осталось прослужить еще 35 лет. И его, в принципе, отпустят домой, он будет вполне еще в самом соку, ну это если доживет, конечно. Он будет в самом соку, чтобы найти себе там такую, да, там 50-летнюю молодуху, завести с ней хорошую семью, прочную, нарожать еще кучу детей ДНРистских. Вот, и, значит, вырастить еще одно поколение ДНРистов. Но это не точно, потому что, понятное дело, что очень скоро вот это вот ДНРы перестанет существовать и отправиться на свалку истории, туда же, где там был Третий Рейх и вот эта вся лабуда. Ну просто само по себе интересно. Что интересно это? Кидок, кидок. Как этих, значит, как их облапшали, этих дураков, которые ждали, почукуны, да, вот эти ждали, сидели, ждали Россию. А Россия их забрела в армию на 30 лет. Как во времена Тараса Шевченко. Одно им повезет, понимаете, я вам скажу так, что вот освободит Украина, и их всех демобилизует. А потом кого посадят, кого не посадят. Ну даже если посадят, извините, ну посадят там на 10-12 лет, да, это же не 30 лет служить в армии ДНРы. Всего лишь десятка. Так что, скажите спасибо. Слава Украине, приветствуем от Полонского. Новости с участка фронта, которые можно публиковать, поскольку их уже напечатал, и, как говорится, издал, и оприлюдны. Институт изучения войны из Соединенных Штатов, соответственно, это больше ни в коем случае уже не секрет. Так вот, что говорят американцы. Значит, они говорят, что наши постепенно продвигаются под Бахмутом. Это Донецкая область, все прекрасно знают. И продвижение идет в настоящий момент по населенным пунктам, плюс-минус в районах населенных пунктов. Орехово-Васильевка, Ивановская, Курдюмевка, Пивничная. Причем, что еще очень интересно, что это подтверждают и расисты. И более того, они пишут, что особенно в районе Солидара ситуация для российско-фашистских войск очень тяжелая. А я помните, когда-то вам говорил, что там, кстати, наши контратакуют в направлении Яковлевки. Так вот, я вам, когда наши оставили Солидар, я говорил, что расисты в нем не смогут не то, что там управлять, наладить какую-то жизнь, еще что будет. Не-не-не, они там даже передвигаться нормально не смогут. Они просто будут бегать от дома к дому все это время под ударами дроновой артиллерии. И в Солидар, они вообще его не смогут использовать. Ну, ни в каком виде, вообще. Так она, собственно говоря, и получилась. Солидар вылез расистом боком. Сейчас они под Солидаром уже отступают. Точно так же, как они отступают под Бахмут. Ну, Бахмут, Солидар там расстояние-то, господи. И они везде на всем это фронте отступают. То есть, надо понимать, что, несмотря на то, что у них там, вроде бы, казалось, за вот эти вот несколько месяцев были подготовлены очень серьезные позиции. И действительно сделаны по высшему инженерному разряду. Тут ничего не скажешь. Они сделали их хорошо и качественно. Они им сейчас не помогают. Их оттуда выкуривают. Они все время, как говорится, заткуют, заткуют, заткуют. И остановить украинскую армию они не в состоянии. При этом, что самое еще интересное, те же американцы отмечают, что потери, потери, расисты несут больше, чем атакующая сторона. Что вообще нонсенс. В обычной ситуации всегда, это закон, атакующая сторона несет потери больше. Но вот не в этом случае. Сейчас некоторое количество больше потерь у расистов. Также американцы подтверждают наши атаки в районе Пологии. Ну, короче, вокруг Орехова. Вот то, как мы от Орехова пошли, они там подтверждают атаку. И подтверждают высказывания российских военных военкоров, вот этих пропагандистов о том, что украинцы имеют, то есть мы имеем успех в районе Антоновского моста. Выражаемся так. Ну, как американцы пишут, так я и, собственно говоря, выражаюсь. Ничего лишнего говорить не буду. Значит, американцы подтверждают, что там находятся наши силы, ну, где-то порядка роты. И, возможно, подкрепленные танками. И невозможно, а точно подкрепленные очень сильным артиллерийским и другим огнем с правого берега Днепра. Более того, как расисты, так и американцы утверждают, что российские силы в районе правобережья Херсонщины пытались перейти в контратаку, закончившуюся для них печально. Вот пока что, в общем и целом, такая ситуация. То есть, плацдарм в районе Антоновского моста в той или иной мере сохраняется, что подтверждают абсолютно все стороны. И это очень интересно. Таким образом, можно сказать, что мы перехватили инициативу. И, кстати, даже в Луганской области тоже переходим постепенно к атаке. Еще один очень крайне важный момент. До сих пор мы и близко не использовали все те бригады, которые подготовлены были к контрнаступлению. Все эти улучшения позиций происходят либо за счет тех бригад, которые уже были ранее на фронте, либо за счет 25 приблизительно 3-4 части бригад, которые подготовлены сейчас. А остальные где-то в глубоком запасе. Когда они будут задействованы, посмотрим. Вся бы до Украины. Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня день украинской конституции. И в этот день я хочу поздравить всех со святого для каждого украинца места. Правильно, с проспекта Степана Андреевича Бандеры. Этого самого Степана Андреевича Бандеры, от имени которого писаются сегодня поколения ватников. От которого даже Путин спрятался в бункере. Потому что он знает, что в один прекрасный день придет Степан Андреевич Бандера. И заберет его прямо из этого бункера. Туда, куда Степан Андреевич тоже любит забирать их в селяку наволочь. Так что Путин боится, вата боится. Все боятся. А украинцам нравится. Слава Украине! И все обовязково будет Украина! Украина!